Партнер программы – кинотеатр «Три пингвина». Любишь смотреть? Люби и смотри! Кинотеатр «Три пингвина» приглашает провести время с позитивом, пользой и выгодой. Самые кассовые премьеры, самые молодежные цены и самый большой, современный и веселый кинотеатр города. Хочешь больше? Участвуй в постоянных розыгрышах и акциях. «Три пингвина» в торговом центре «Мадагаскар». Смотри, не пропусти! Здравствуйте! Знаете ли вы, дорогие телезрители, что русский язык, помимо современного, имел еще два названия – российский и великорусский? Я и мои коллеги знаем множество интересных фактов о русском языке, и нам, конечно же, не терпится ими с вами поделиться. Меня зовут Михаил Морозов, это шоу «Наубу». Мы начинаем! «Наубу» – это игра на выбывание, и у нас сегодня, как всегда, шесть игроков, но лишь один с самым большим словарным запасом и с железными нервами станет победителем нашего шоу. Нашим сегодняшним игрокам не привыкать играть в игры, потому что с нами лучшие сотрудники детских образовательных учреждений нашего города. Давайте знакомиться с ними. Меня зовут Оксана, я работаю старшим воспитателем в детском саду номер 116. Все свое свободное время уделяю своей любимой дочке, моей счастью. Люблю фотографироваться, веду здоровый образ жизни и увлекаюсь вязанием. Меня зовут Наталья. Я музыкальный руководитель детского сада номер 158. Я оптимист по жизни, и поэтому мой девиз – будь готов к любым сюрпризам. Я люблю активный отдых, люблю вылазки на природу, но никогда не упускаю момент поиграть в футбол с хорошей компанией. Меня зовут Лариса, я работаю инструктором по физкультуре в детском саду номер 158 города Чебоксары. Как-то придя на работу, мне в голову пришла такая фраза – «Возьми свое сердце, отдай его детям, зажги его смело, чтобы вечно горело». И действительно, я понимаю, что мы работаем ради детей и для детей. Свободное от работы время. Я профессионально занимаюсь фитнесом, черлидингом, привлекая таким образом детей к здоровому образу жизни. Я учитель-логопед детского сада номер 74 «Березка». Я очень люблю свою работу, а еще я люблю путешествовать и люблю скорость. Меня зовут Алена, работаю музыкальным руководителем в 130 детском саду. Очень люблю детей, особенно свою сынишку. Провожу с ним очень много свободного времени. Ну и, конечно же, веду активный образ жизни, участвую в проектах города. Ну и люблю позитивность и креативность. Настроены на победу? Конечно. Удачи и… Меня зовут Лилия, я работаю в детском саду номер 11 «Ручеек». Работаю воспитателем. Ну, что я могу про себя сказать? Я, наверное, увлекающийся человек. Мне очень нравится танцевать. Вплотную сейчас занялась восточными танцами, так как восточные танцы – это движение, а движение – это жизнь. Спасибо вам за то, что вы пришли. И сейчас настало время рассказать вам о правилах нашей игры. Перед вами замечательный предмет, который называется «Бомба». Но ни в коем случае не пугайтесь этого предмета. Дело в том, что кому-то из вас он принесет, конечно же, победу. Мы его заводим, передаем первому участнику и называем слог, на который вам нужно будет вспоминать слова из вашего словарного запаса. Обязательно это должно быть существительное. Обязательно в единственном числе. И думайте быстро, действуйте еще быстрее. Потому что в любой момент бомба может остановиться, взорваться, и игрок, в чьих руках взрывается бомба, к сожалению, покидает наше шоу. Правила понятны? Да. Да, конечно. Отлично. Итак, девушки, я желаю вам удачи. Спасибо. Она нам помешает. Первый раунд. Первый слог. Это слог. Ши. Шифер. Начали. Шина. Шина. Шипонят. Шиповник. Шипы. Шишка. Машина. Шипанзе. Стоп, стоп, стоп. Вернуть, вернуть, вернуть. Вернуть. В начале ши. А, в начале ши. В начале ши. Тогда шипанзе, потому что это не было слова. Так. Шипучка. Шик. Широта. Шипонер. Шипонер. Вы возвращаете, вы возвращаете. Шило. Моё слово сказала. Так, интересно. А тогда? В ощущении, что все слова наши. Ох ты, милючек. Шиш. Шиш. Хорошо, шиш. Оксана, не смотрите на меня. Давайте, Оксаночка. Мы с вами думаем тоже. Можно подсказывать своим коллегам. Мы думаем, но ни одного слова не осталось. Наверняка еще есть слова со слогом ши в начале. Я знаю слова. Такое слово, конечно, не очень хорошее. Шизоид. Шизофрения. Шипучка. Была. Была. Шиворот. 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 Шитье. Ши. 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 Шизоид. Ши. Ах, эмоциональная концовка. Все придумали по слову. Сейчас все взяли словари и смотрят, есть ли слово ши. Обалдеть. Конечно, очень и очень неприятно и обидно выбывать в первом раунде. А что, Зоид? А я думала, это как бы уже было типа слова. Шизоид можно было, наверное, и сказать. Да, можно было. Сказали. Все по-честному. Все по-честному. Все по-честному. Как бы, конечно, не хотелось расставаться, но тем не менее. Лена, вы бываете в первом раунде. А, как сложно. Ну, давайте не с пустыми руками. Два пригласительных билета. В кинотеатр три пингвина, которые являются партнером нашей программы. Вам эти два билета мы выручаем. И аплодисменты, конечно. Я в шоке. Вот были слова, подсказала, и надо же было самой же и вылететь. Но игра замечательная, интересная. Настолько было здорово общаться. И сама игра была интересна тем, что вроде бы слова, слова не есть. А когда там сидишь, их вроде как и нет. Здравствуйте. Я Ольга Салтыкова. Филолог, кандидат наук, бизнес-тренер по деловому письму и эксперт программы НААБУМ. Хотите расширить свой словарный запас? Это просто. Слово «хедлайнер» еще нет в словарях, но уверена, вы его уже слышали. Попробуйте отгадать, что оно означает. Итак, «хедлайнер» — специальный фломастер для выделения текста. Или «хедлайнер» — это герой заголовков, звезда, человек, который всегда фиксирует на себе внимание во время какого-то события. Конечно, верный второй ответ. Если вы ответили правильно, у вас отличная интуиция. Давайте плавно перейдем разговор от существующих слов к несуществующим. Мне кажется, что работники детских, дошкольных, образовательных учреждений, как никто другой, знакомые с незнакомыми словами. Потому что дети, ну, естественно, придумывают много слов. Ко мне однажды подходит мальчик трех лет и говорит, у нас дома появилась машина. Я говорю, а какая марка ваша машина? Он мне, «Далматинец». Я говорю, «Сергей, что за машина такая?» Он мне, «Далматинец». Я долго-долго думала, пришла мама вечером, я спрашиваю, какая у вас дома машина? Он говорит, «Деуматис». У нас вот мальчик один пришел, и он мне говорит, «Вы не видели мой шипоклёк?» Я говорю, «Я не видела, а что это такое?» «Ну, как вы не понимаете, ну, шипоклёк?» Я говорю, «Ну, объясни нормально, что это такое?» «Это, говорит, сумка, где лежат деньги». «А, ну, все ясно, это же кошелек». У меня есть сестра, и когда она была маленькая, она подошла к маме и говорит, «Мама, я делаю себе больно, у меня болит кокоть». Она говорит, «Доча, какой кокоть? У тебя нет ногтей!» «Ну, и кокоть!» Она говорит, «Да ты покажи, где болит!» «Ну, я же говорю, кокоть!» Ну, понятная речь о ногтей идет, да. Ну, понятно, что с детьми нужно разговаривать, конечно, на их языке, да, также эмоционально, но сюсюкаетесь ли вы своими детьми, и, приходя домой, сюсюкаетесь ли вы с родными, близкими? «О, ты мой муж любименький, ну-ка, возьми борщик!» Нет, вот как раз мы учим детей правильно, грамотные речи, чтобы они говорили связанными, целыми предложениями. То есть не сюсюкаетесь? Нет. «Ой, ты мой ляпочка, какой, давай наденем шапочку!» Иногда можно сказать, «Родной ты мой, молодец!» А родители сюсюкаются с детьми? Нет, родители, конечно, сюсюкаются, да, и мы говорим, что не нужно сюсюкаться, говорить и на нормальном человеческом русском языке. Наша программа на это же и направлена тоже, на нормальный литературный язык. Мы переходим к раунду номер два. И, внимание, немного усложняем задачу. Если в первом раунде у нас был слог, состоящий из двух букв, то сейчас у нас будет слог из трёх букв, и он также должен быть в начале слова. Итак, этот слог «сос». «Сосуд». Начали! «Соска». «Сословие». «Сосулька». «Сосна». «Сосиска». «Не было». «Сосредоточенность». «Сосредоточенность». «Хорошо». «Сосстав». «Сосед». «Сосуд». «Был». «Был». «Сосание». «Это глагол». «Глагол». «Глагол чувствительное». «Что? Сосание». «Сосание пальца». «Сосание пальца». «Молчатый редактор, значит, работаем. Передаём, берём. Следующее. «Соскальзывание». «Соскок». «Пошёл». «Соскизание». «Отлично». «Сосняк». «Не было». «Сосняк». «Хорошо, ладно. «Сосняк». «Одежда последние секунды». «Ну, у всех людей есть что?» «Ой, мамочки». «Всё-таки я хотела победить. У меня специфика работы такая. А я учитель-логопед. И настрой был только на победу. Но, к сожалению, получилось совсем по-другому. Слог, который мне попался, даже сейчас я не могу придумать на этот слог какие-то другие слова. Вроде всё было сказано и названо. А вы поправляете своих собеседников, если они произносят «позвонишь», да? А я уже нет. И не потому, что это приходилось бы делать слишком часто, а потому, что скоро такое ударение станет правильным. В конце 18 века в русском языке начался интересный процесс, который продолжается до сих пор. У глаголов «наить» в личной форме ударение стало смещаться к началу слова. Многие глаголы уже прошли этот путь. Было «варишь» – стало «варишь». Было «даришь» – стало «даришь». То же самое происходит с глаголом «звонишь», которому так приковано общественное внимание. Призношение этого слова подчиняется общей языковой тенденции. Поэтому рано или поздно вариант «звонишь», запрещаемый сейчас, обязательно станет нормативным. А пока запоминаем правильный вариант стихотворной строчкой. Добрый доктор Айболит спрашивает, кто звонит? Сегодня на обоум играет женская команда. Ну, в принципе, это логично, наверное, да? Потому что усатого няни можно увидеть только в кино, в знаменитом кино. Или же я ошибаюсь, и у нас в городе есть воспитатель мужчины. Вы ошибаетесь. Вот я училась когда в педучилище, со мной вместе учились двое молодых людей, но воспитатели, и все девчонки ходили смотреть на них. Среди наших музыкальных руководителей есть в Чебоксарах мужчина, музыкальный руководитель, который также преподает ребятам музыку, учит их песни, петь, танцевать. И когда я впервые об этом узнала, для меня было тоже необычно. Хотя вместе со мной в группе тоже учились ребята, парни. Но они, к сожалению, не дошли до последнего курса вместе со мной. У меня вопрос личного характера. Кто-нибудь из вас играл Деда Мороза? Да. Все играли, да. И мужские роли разные, и домового, и кровосекого, и лешего, кого только не играли. То есть это правда, в детский садах Деда Мороза играет воспитатель? Или же... Играют, но не всегда. Мы еще привлекаем к этому занятию родителей. Есть родители, которые не отказываются играть Деда Мороза на протяжении нескольких лет, то есть пока ребенок ходит в детский сад. И вот ребенок маленький, папа первый год играет Деда Мороза, не узнает папу. Следующий год, ребенок подрос, опять папа играет Деда Мороза, не узнает папу. Но он задает вопрос, а где папа? Ну, папа задержался на работе, но мы сняли видео. Еще год проходит, папа играет Деда Мороза, а он такой подходит, потом говорит, а теперь я понял, где мой папа отсутствовал все три года на утреннике. Это ты был Дедом Морозом. Я объясняю правила следующего раунда, у нас немного меняется задание. Если в первых двух слог стоял в начале слова, то сейчас слог перемещается в середину. И внимание, этот слог КУ, Ку-кушка. Начали. Акула. Лоскуток. Скакун. Прокуратура. Окулист. Закуток. Полоску. Отлично. Окурок. Окурок. Окунь. Отлично. Прокурор. Скука. Скука. Окулист. А я хотела сказать окуляр. А почему? Не сказать. Скука. Скунс. Скупы. Хорошо. Купердейс. Чувствую, что приближается окончание раунда. Окушка. Окушка. Какой-то ступор. Смотришь, держишь бомбу. Сейчас она взорвется, и так получилось. Представьте себе, что вы пишете письмо или заявление адресату с необычной фамилией. Например, Лель, Бенчук или Сидых. Можно ли такие фамилии склонять? Заявление Николаю Бенчуку или Виктору Сидыху. Запоминайте. Если фамилия принадлежит мужчине и завершается на согласную букву или мягкий знак, она склоняется всегда. А если принадлежит женщине, то не склоняется. Например, заявление Николаю Бенчуку, но заявление Марине Бенчук. Исключение составляют только фамилии, завершающиеся на «ых» – «их». Они не склоняются никогда. Сидых, долгих, толстых. Расскажу историю, которая поможет вам запомнить это правило. В одной организации работали директор по фамилии Царь и его заместитель по фамилии Король. Их клиенты очень часто могли услышать на вопрос «Здравствуйте, царя можно к телефону?» Ответ «Царя нет, короля позвать». Эти фамилии склоняются, потому что завершаются на согласную и принадлежат мужчинам. Это нужно запомнить. Продолжаем играть на «Авбум». Девушки, у меня к вам вопрос. Вы чувствуете себя комфортно в студии? Да, очень. Очень комфортно. Мне кажется, что и ваши воспитанники тоже в детских садах чувствуют себя комфортно. Просто, насколько я знаю, в современных детских садах масса разнообразного оборудования, аж целых комнат, компьютерные классы, лаборатории. Есть даже радио в некоторых детских садах. Чем, может быть, ваши детские сады отличаются? Необычным. И что хотелось бы, может быть? Ну, давайте я начну. Ну, я не могу сказать пока про свой детский сад. Я просто знаю, что в Чебоксарах есть детские сады, которые отличаются тем, что у них есть сауна. Это, да, такое вот, как говорится... Точно в детском саду? Да, да, именно в детском саду. Для детей? Для детей. Именно с парилкой. Дети туда ходят, парятся. В принципе, я бы хотела в своем дошкольном учреждении видеть сауну. Я бы хотела, да, что в детском саду, вы говорите, сауна. Да, я согласна. Но если бы был аквапарк, это было бы здорово. У нас в детском саду очень хороший тренажерный зал. Оснащен современными именно детскими тренажерами. И ребята действительно занимаются, повышают свое здоровье, укрепляют свое здоровье в первую очередь. Ну что, давайте продолжим нашу игру. Теперь снова сердечко забилось. Да. Ладошки начали потеть еще больше. Итак, если у нас был слог в начале, слог в середине, несложно догадаться, где будет следующий слог. Ну, конечно же, в конце. Да, все правильно, он будет в конце. И, внимание, это слог ИР. Мир. Начали. Кумир. Кумир. Каир не пойдет? Каир пойдет? Нет. Все уже поняли, что я подсказываю? Как же громко нужно говорить. И что же нужно же степлировать? Ефир. Ой, ой-ка. Тапир. Такое животное. Ефир. Ох. Отлично. Так, мы чувствуем, что последние секунды. Вспоминайте, вспоминайте. Поняла, что нужно все-таки больше читать. Не хватает литературного запаса слов. Маловато будет. А вообще ощущение очень хорошее, потому что игра на обум, это, знаете, своего рода мозговой штурм. Сидишь, да, и вот все слова пролетают. Нет, неверно, неверно, неверно. Столько адреналена, столько эмоций, и я никогда столько не получала. В нашем языке много слов и выражений, о происхождении которых мы даже не задумываемся. Однако знать, что они означали когда-то, может быть очень интересно. Поговорим о фразе «забежать на огонек». В старину в небольших городах России был интересный обычай приглашать в гости. На окна ставили высокие свечи. Если на окне горит такая свеча – огонек, значит, хозяева дома и приглашают всех, кто хочет их видеть. Сейчас выражение «зайти» или «забежать на огонек» означает зайти к знакомым без специального приглашения. Заходите на огонек почаще. Девушки, давайте перед решающим раундом сейчас немного отмечемся от игры, от бомбы. Ее здесь нет. Давайте я даже ее уберу ненадолго. Она полежит здесь, и мы с вами немного пообщаемся. Вот на какую тему. О чем говорят воспитатели, работники детских садов между собой? Так или иначе, педагоги все равно общаются с педагогами на тему работы. Но хотелось бы мне немножечко сделать упор на том, что сейчас в детских садах стало очень много молодежи. Ну и, конечно же, мы обсуждаем детей. А есть ли какая-то особенность у современных детей? Мир высоких технологий, нанотехнологий, может быть, что-то с этим связано? Наверное, конечно же, есть, но основной бич – это сейчас компьютер, ноутбук, от которых детей очень тяжело отвезти. Дети настолько… сейчас дети не умеют играть, общаться. Между собой. Между собой, да. Возникают проблемы. Но это же все закладывается дома, правильно? Значит, ребенок дома не играет с родителями, со сверстниками. Значит, он сидит в компьютере. Приходит в детский сад с мобильными телефонами дети сейчас или нет? Приходит. И с планшетами приходят. И с планшетами уже приходят. Сидят в раздевалке, тишина. Давайте поиграем в прятки. Нет, я поиграю на компьютере в эндреберт. Да-да-да. Приходится забирать и аккуратненько положить в какое-нибудь место. Потом передать родителям и сказать, вы знаете, все это хорошо, но должно быть всего в меру. Это финал. Мы возвращаем бомбу. Сейчас мы через мгновение ее запустим, и вам нужно будет вспоминать слова. Но универсальный слог. Слог, который может быть как в начале, так и в конце, и в середине слова в том числе. Итак, внимание. Финальный слог. Ня. Ня-ня. Начали. Баня. Баня. Коняшка. Занятие. Вам соперница подсказывает, что в финале редкость. Занятие. Занятие. Сосняк. Сосняк. С предыдущего раунда перетек к нам. Имена нельзя. Имена нельзя. Ня. Ня. Можно было бы сказать ня. Возьми. Вы последние секунды. Это какие-то. Снять секунды. Вы последние секунды. Снять. Ня. Нюня. Вылетали непонятные слоги, которые, как скажем, нельзя было говорить, уменьшили ласкательные. Ну, проиграл и проиграл, я же говорю. Это не самое главное. Главное участие для меня – это участие. Вот что значит эмоции. И вот что значит игра. Действительно, на тоненького прошел наш финал. Мы только что проводили Наталью. И вот она здесь, эмоциональная. Лариса Ларисович, я вас поздравляю. Спасибо. Это действительно слезы радости, счастья? Или вы так огорчены? Нет. Или с уходом вашей коллеги? Это слезы радости. Я вас поздравляю. Давайте немножко приправим ваш такой положительный, но тем не менее слезный настрой. Два пригласительных билета в кинотеатр вам достается. Три пингвина. Спасибо. Надеюсь, вы пойдете на комедию, а не на мелодраму. Ну и это еще не все. Сертификат на прохождение курса, обучение семинара или мастер-класса в компании «Бизнес-диалог» также вам достается. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Для тех, кто не знает, рассказываю. «Бизнес-диалог» развивает и оценивает персонал. Благодаря компании «Бизнес-диалог» обучение оценки персонала превращается в интересное тонизирующее событие в жизни организации. Сотрудники учатся грамотно писать деловые письма, вести переговоры и общаться с посетителями, как того требуются современные стандарты клиентоориентированных компаний. Процедура аттестации сотрудников проходит в формате деловой игры или собеседования в парах и не является стрессом. Компания «Бизнес-диалог» — это современные арт-технологии, интерактивные формы развития интеллекта и профессионализма. Выбирайте программу на сайте и обучайтесь с удовольствием. Слова как-то вот интересные. То их вообще не отпустает в голову. Сидишь и думаешь, все пусто, все проиграл, пусто. И бас, слово выскакивает откуда-то. Дыня, это слово, я даже не знаю, откуда оно появилось. Вот раз и выскочило слово «дыня». Даже я еще не должна была говорить это слово, а я уже его сказала. Вот вылетело на меня само. В очередной раз я предлагаю всем телезрителям принять участие в игре на ОБУМ. Звоните, приходите, играйте и выигрывайте. А еще я предлагаю вам послушать грамотную речь и сами, кстати, тоже старайтесь говорить грамотно. Ну что ж, мы начинаем КВН. Спустя мгновение эти тривиальные подмозги, являясь не лучшим из рукотворных творений стройбата Красной Армии, преобразятся в эпохальное ресталище смехотворных мизанцен и сатирических вербальных пассажей. Доколи эфес рапиры сатиры вложен в нашу длань, из-под вальзлилеенные козни приспешников наших злопыхателей, если что иное, как чета, венцом коих неминуемо явится забвение и тлен. Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Помните об этом, нажимая кнопку пульта. Но шоу наобум стоит смотреть обязательно, ведь именно мы побуждаем людей читать. Меня зовут Михаил Морозов. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова